...проведение ямочного ремонта на магистрали к столице Чувашии. Дорожное полотно латают, но сроки оставляют желать лучшего, заметила глава Чувашии. Что происходит на улицах Чебоксара, выяснили сотрудники администрации города и наша съемочная группа. Дороги разрушаются, и происходит это постоянно. Больше всего ямы выбоин появляются на дорогах весной. Этому способствуют перепады температур. Когда поверхность дороги сначала нагревается, в ямочном ремонте на дорогах Чебоксар задействованы три подрядные организации. Это бригады компании Дорогс. Для залатывания ям используют холодный асфальт. В среднем за смену одна бригада ремонтирует до 10 квадратных метров дорожных выбоин. В некоторых местах мы вынуждены эти ямы заделывать кирпичом. Это временная мера, понятно, но только для того, чтобы не создавать проблем для автомобилистов. Понятно, что потом эти камни выбираются, кирпичи, и мы делаем горячим асфальтом. В середине следующей декады выйдем с литым асфальтом. Это технология отработанная, нами проверенная, хорошая технология работы. Для этого надо включить АБЗ. Дороги на улицах Ярославская и Энгельса – это больные точки для автомобилистов. Там уже ямочным ремонтом не обойтись, говорят в управлении ЖКХ и благоустройства города. Их ждет реконструкция. Попавшие в яму автомобилисты нередко подают в суд на управление ЖКХ и благоустройство города. В прошлом году 35 пострадавших получили компенсацию. В этом году на ямочный ремонт выделено около 35 миллионов рублей. Специалисты технического надзора управления ЖКХ и благоустройства ежедневно проводят мониторинг наиболее проблемных и потенциально опасных участков уличной дорожной сети Чебокстар. И планы работ формируют по результатам комиссионных объездов с представителями ГБДД и подрядных организаций, а также объективных пожеланий горожан. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.